Всем хачки, с вами я, Александр, и от канала I'mBot, и у нас игра Bleach 3D Global. Сегодня прошло обновление, прошло обновление везде, и у нас добавились новые персонажи. Также добавились новые слоу-моды, поэтому, ребятки, ребятки, сейчас мы взглянем, кто у нас добавился. Соответственно, вы об этом, обо всем знаете, но давайте мы сегодня просто посмотрим и разберем, и выслушим мое мнение. Потом сделаем корректировку, и я выслушаю ваше мнение. И к чему-то мы, наверное, и придем. Значит, по новым персонажам у нас добавились такие персонажи, как Найторо, да, и Кука Кушейба. Давайте перейдем сразу же к Найторо, потому что витрина Найторо будет вот-вот уже, в принципе, скоро. Вот, самое первое, что будет добавляться, это Найторо. Значит, что у нас? Давайте взглянем на него, у нас нету на него слоу-мода, поэтому смотрим на него, на самом деле, что он из себя представляет. Посмотрим, побегаем им, посражаемся, будет ли у него в дальнейшем слоу-мод, не знаю. Насколько помню, на него вроде слоу-мода и нету. Значит, что у нас? У нас есть несколько скиллов, да, вот здесь вот так же, здесь у нас видим скиллы, то есть 4 скилла, это довольно-таки неплохо, лучше, чем это, на самом деле. Медленно очень бегает, медленно, я не знаю, мне кажется, он очень медленно бегает, как черепашка, то есть ему вот эта штука бандура, мне надо мешать. Давайте попробуем посражаться. Соответственно, он будет, скорее всего, ближнего боя, ну, давайте глянем. Так, сразу же у нас появился баф, да, то есть повышение значения крита активировалось при обычных взмахах, то есть видно, да, раз-раз, и вот как-то вот такая вот пауза, скорее всего, типа, активируется, что ли. Вот, возможно, просто бьет. Поехали, если мы его призываем, прежде всего, что происходит? Прежде всего, происходит следующее. Сон. Сон, это хорошо, также видим, что у нас появилось восстановление и куча добавилась бафов, атака, а это означает что? Это означает то, что он уже, по крайней мере, спецрекомендовал, как хороший-хороший саппорт, с учетом, что он накидывает на себя столько бафов, то есть это очень круто. Вот, значит, давайте попробуем все-таки спецприемы, первое, что у нас видим, у нас видим восстановленницы-восстановленницы, да, вау, ребятки, это неплохо, работает что-то. Так, здесь у нас что, мы даже не дотянулись, не достали, но, тем не менее, какие-то бафы были. Ладно, мы еще на это взглянем, что у нас здесь? Здесь повышение крита, опять же, возросло 30%, здесь у нас что? Здесь у нас ничего не происходит, и криты идут, все хорошо идет, вроде все замечательно. Вот, здесь что у нас? Ну вот, опять срабатывает восстановление, как-то вот так вот работает, в принципе, неплохо, то есть последующее восстановление, и восстанавливает он довольно-таки неплохо. Мы взглянем на эти навыки, давайте вот так вот. Можно ли что-то взглянуть, ребят? Или нельзя? Я думаю, можно, нет? Я ошибаюсь. Ладно, давайте сделаем так тогда, высвобождение. Неплохо, красиво выглядит, давайте еще раз удар. Восстановление пошло. Бьем. Бьем. Сон активировался. Сон нормально, неплохо, очень мало сна, но тем не менее. Опять сон, то есть 2 тачка, 2 сна. Хорошо. Откогтились навыки, еще раз бьем, еще раз сон. Сон срабатывает стабильно с первого навыка. Далее здесь восстановление работает. Здесь что у нас? У нас ничего не происходит. Повышение, само по себе, само по себе повышение крита. В принципе, в принципе, неплохо, да? То есть есть восстановление у него, есть дополнительный удар. И это найс. Также при высвобождении он лучше себя проявляет. По поводу того, что у него получается активация сна лучше, по крайней мере. Потому что здесь сна я вот честно не видел. При призыве очень неплохо себя проявляет. То есть лечит нас и к тому же делает вот эти дебафы. То есть бафы, какие дебафы. Дебафы на себя, это было очень печально. Поэтому. Мое заключение по этому персонажу, скорее всего, лучше ставить, конечно, в саппорт. Офигительный саппорт. Очень классный саппорт. Поэтому, как хотите сражаться, хотите не сражайтесь, хотите не сражайтесь. Но я бы поставил такого бойца в саппорт. Далее посмотрим, кто у нас. У нас далее Шиба. Шиба. Кукаку Шиба. А значит, что по поводу Кукаке Шиба? Быстренько тоже мы сейчас взглянем. У меня разряжается камера. У меня все печально, все красно. Там все красным красно. Все печально. Ребята, если вдруг вырубится камера, я, значит, буду делать без камеры. Поехали, значит, Шиба. Кукаку Шиба. Давайте на нее взглянем, что же она может. Ну, прежде всего мы... То есть, Виталя. Виталя бил. И получалось. Что? А получалось. Что? Получалось у нас подхил. Вот. Как-то. Вот так. Удар. Далее, что у нас здесь? Здесь меньше у нас навыков. Поэтому, смотрим. Поглощение. Еще подхил. Еще подхил. И еще подхил. Офигеть, сколько подхил. Ребята. Со всего подхил. С руки подхил. С удара. Подхил. Ну, как-то так. Очень круто. Смотрим, что у нас здесь повышение крита. Повышение крита. Также активируются бафы. Вот здесь что у нас? А у нас здесь тоже при призыве очень много бафов. Но единственное, что никаких дебафов мы не навешиваем, к сожалению, на нашего противника. Это очень печаль. Вот это единственный самый главный минус этого персонажа. Она хороша, но у нее нету никаких дебафов. На его освобождение топчик. Так, хорошо. Поехали. Что у нас? Поглощение. А, стопочки. Было что-то. Было, ребятки. Здесь у нас получается запрет на перемещение. Здесь. Здесь у нас все-таки срабатывает головокружение. То есть, стан. Вау. Здесь у нас. Так что насчет шибы тоже, в принципе, довольно-таки неплохо она. Ну, и я бы не сказал, что мне больше все-таки понравился Найтор. Ну, а подхива у Кукаку бы больше. Если кто-то страдает со здоровьем, то, в принципе, может быть, может быть и Кукаку можно использовать. Поехали. Что у нас здесь? Здесь при призыве. Еще раз посмотрим. Да, все-таки срабатывает головокружение. Поэтому, в принципе, это неплохо. Можно также поставить и саппорты. Вот. Поэтому. Хильтесь и сражайтесь. Вот. Выходим отсюда. Посмотрим, что у нас здесь. У Кукаку также нету соло-мода продолжения. Ну, вполне возможно, после того, как у нас они появятся. Возможно, на них когда-то сделают соло-мод. Так же, как и получается на Найтору. Так же, как на Кукаку. Далее, все-таки, что самое интересное. Поздравляю всех тех, кто страдал, кто ждал и добавили соло-мод. Соло-моды добавили для нескольких и сразу игроков. Персонажи. Это для Ичика закалка, который у меня есть. Да, давайте взглянем его в соло-моде. Насколько он хорош стал. Вот. Ну, и потом, если не забуду, мы пробежимся по всем навыкам. Значит, добавился один еще удар. Потому что, насколько я помню, его не было. Вот. Поехали. Давайте посмотрим, что это добавляет. А это добавляет нам, как-никак, лечение циви. Какое-то повышение крита, получение щита и всякое такое прочее. Очень плохие дебафы, значение крита. Плюс поглощение с двух скиллов, ребятки. Офигеть. Это праздник для всех Дангаев. Вот здесь, что у нас? Здесь Гетсуга полетела. Здесь у нас быстренько избиваем противника при призыве. Накладываем головокружение. И далее поглощение, всякое такое прочее. Вот. Давайте сделаем высвобождение. Найс. Всегда любил бы в высвобождении смотреть на Дангаев. Это топач. Поехали. Поглощение. Головокружение. Гетсуга. Гетсуга добавляет нам следующее запретное перемещение. И еще раз. Головокружение. Здесь что у нас? Здесь появляются бафы, бафы. Здесь появляются дебафы. Что очень довольно таки радует нас. Всех тех, кто любит Дангая. По крайней мере. Вот. Поэтому Дангая сейчас после соу-мода, как я и говорил, стал очень хорош. Очень хорош. Просто не побоюсь этого слова. И теперь стоит задуматься. На кого же переделать соу-мод, ребятки? Поэтому пишите в комментариях, на кого вы хотите все-таки соу-мод. Давайте выходим отсюда. Посмотрим, что у нас далее. У нас далее еще добавился следующий боец. На самом деле его надо было поставить, по-моему, ранее, нежели чем Дангая. Ну, так как у меня нету, ладно. Я думаю, вы меня простите. Это у нас Шинджи. Шинджи добавился соу-мод. Также мы можем наблюдать, да? То, что, допустим... Вот, например, нет соу-мода. А здесь заходим, есть соу-мод. Поэтому, соответственно, здесь добавлен соу-мод. Так как у меня нет персонажей, я, к сожалению, сильно по нему не могу ничего сказать. Но он довольно-таки ближний в обои и довольно-таки стал, наверное, неплох. Смотрим то, что у нас меньше все-таки атаки, нежели чем на Дангая. То есть, обделили его одним скиллом. Ну, как бы, давайте посмотрим, как это будет все выглядеть. Здесь что у нас? Здесь у нас куча критов сработало, да? И плюс куча бафов. То есть, ну, обычные криты и всякое такое прочее. Сама активация повышения крита активировалась. Никаких дебафов не накладывается. Здесь что, давайте взглянем, поглощение есть отскок назад. Здесь еще раз. Поглощение только с одного скилла. То есть, он проигрывает уже Дангая, судя по всему. Ну, не знаю. Ой, не знаю, ребятки, Шинджи, любитель Шинджи. Ой-ой. Не знаю, не нравится. Честно вам, признаюсь. Ну, как дебафер может быть и неплохо. То есть, в саппорте. Состояние хаоса, снижение наносимого конечного урона. Ну, конечный урон, вы понимаете, что конечный урон это раз, два, три. И последний вот, который удар, вот это и должен быть конечный урон. Раз, два, три. Последний удар, это и есть конечный урон. То есть, только на него влияет. На все предыдущие удары это не влияет. Поэтому, ну, как бы, такое себе. Вот. Давайте посмотрим высвобождение. Дангай мне все-таки будет поудачней казаться. То есть, в разы, в разы, в разы. Как бы, кто бы сейчас не... Меня не осуждал за это. Ну, мне кажется, это так и есть. Поглощение с одного скилла. И, в принципе, и все. Что можно противопоставить Дангаю? Дангай лучше. Лучше Шинджи, честно. Мое заключение. Поэтому выходим отсюда. Смотрим на скиллы. Что же у нас по скиллам? По скиллам я не знаю что. Но с камерой все печально и плохо. Потому что все заканчивается у нее. Давайте быстренько пробежимся по поводу по скиллам. Посмотрим, что у нас именно вот здесь. Значит, Найтора. Быстренько смотрим, что у нас по навыкам Узы. Я не буду смотреть. Значит, здесь что у нас? Обычные навыки Найтора наносят 211% урона. Неплохо. Здесь что у нас получается? Здесь у нас... Это что, что не нажимается? Напасть с косой. Провести мультиатаку. И колющий удар постоянным взмахиванием. Наносит 386 урона с шансом загипнотизировать врага. Здесь что у нас? Восхождение ураганной мультиатаки. Косой наносит 416 единиц урона. Процент вернее с шансом наложения молчания на врага. Неплохо. Быстрое перемещение. Все дела. Здесь у нас... Вот так вот. Здесь у нас опровоцировать взрыв броском косы во врага. И произвести мультиатаку. Наносит 474% урона. Получить нерассеянный эффект лечения с высоким шансом загипнотизировать врага. Да, мы видели, что именно в освобождении он гипнотизирует лучше. Вот. И также получает нерассеянный эффект лечения. Вот так круто. Провоцирует взрыв с четырьмя косами под ногами врага. И провести мультиатаку. Наносит 480% урона. Получить нерассеянный эффект лечения с высоким шансом накладания молчания на врага. Камера. До свидули. Вот. Значит, вот как-то вот так вот. Подхильчик. Подхильчик, вернее. Вот как-то есть, да. Потом, что у нас? Далее у нас? Далее у нас Кукаку Шиба. И давайте, наверное, на ней сегодня мы и закончим. Значит, переходим мы также в альбом. И смотрим на Кукаку Шибу. Не будем опечаливаться, что меня перестало видно. Но голос мой остался с вами. Поэтому, ребята, я еще с вами. Здесь что у нас по навыкам? Здесь смотрим по навыкам. Обычный навык Кукаку Шибы наносит 211% урона. Я не знаю, ничего не пишется, что здесь есть пара подхил. Но, тем не менее, мы видели, что там вроде бы он есть. Значит, залететь и ударить перед собой можно моментально сразить врага. На 424% урона увеличить собственный крит с шансом наложить головокружение на врага. Здесь у нас что? Бросает громовые пули света и провоцирует взрыв. Наносит 337% урона с шансом наложить неподвижность. Ну, это понятное дело, что такое. Здесь, я не буду читать, вы с вами прочли уже. Здесь прижив Джидамба при проведении атаки по области увеличивает собственный крит. Наносит 453% урона с высоким шансом накладывает головокружение на врага. Здесь у нас призыв пушки журавля для проведения атаки по области. Увеличивает собственный крит. Наносит 439% урона наложить неподвижность. Я не знаю, что да как, но... Кукака получает иммунитет к заморозке и медлительности на 4%. Наносит 348% урона с высоким шансом наложить головокружение на врага. То есть, иммунитет к заморозке. Не работает у нас уже заморозка, да, это те же самые тошики. Вот. И с высоким шансом накладывает головокружение на врага. Неплохо. Неплохо. Неплохо, я бы сказал. Вот, далее что. Я не знаю, откуда она берет подхил, но про подхил вроде бы здесь ничего не пишется на самом деле. Это мне очень интересует прям. Ну, мы же видим, что есть подхил. Есть. Он есть. Есть. Я говорю, он есть. И здесь он тоже есть. И тут он тоже есть. И здесь он тоже есть. Он реально есть. Ой, не знаю, ребята. Ой, не знаю. Короче, вот как-то вот так вот. Либо я чего-то не понимаю, либо что-то все-таки все с этим миром не так легко. Вот, поэтому как-то так вот. На сегодня, ребятки, такое было видео. Оставляем свои комментарии. И с вами поделиться видео с друзьями. Подписаться на канал. Кликнуть на колокольчик. И вам, ребятки, удачи. Хорошего настроения. Хорошего дня. Сголчайте соумод. Вы доставайте героев. И будет у вас хорошо. И встретимся мы в следующем стриме. В следующем видео. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.